всем привет с вами канал дизит лавер 2005 у нас будет обзор стиральной машинки моей стиральной машинки lg vd 804 90s вот такая вот машинка так вот выглядит вот собственно говоря машинки уже почти 13 лет машинка вроде как 2008 года выпуска или 2007 или 2009 я уже даже не скажу вам точно но то что машинки 13 лет этого прям наверное вот прям так скажу так что за 13 лет машинки машинка в общем в идеальном состоянии практически ну как в идеальном все-таки она не чуть поюзанная уже такая лоток чистый более-менее но кнопки затертые тоже ясно кнопочки но не тоже прекрасном рабочем состоянии ну и вроде как все более-менее но единственное что за 13 лет в этой машинке случилось это ну шум естественно это не подшипники хотя оказалось что в принципе может быть потому что когда кручу все-таки есть какой-то посторонний шум но может быть этой подшипники в моторе вот правда не понять без понятия вообще как подшипники в моторе могли зашуметь ну тип может быть тактик от активного использования потому что машинка стоит в доме в квартире съемной собственно говоря стирают на ней не только я но и соседи и собственно говоря на этой машинке довольно частое пользование поэтому естественно ну собственно говоря поэтому такой износ вот собственно говоря давайте покажу барабан так он открывается такой вот такое вот стекло барабан тут на три с половиной килограмма такой вот жалко что я вспышку не включил но так ничего страшного особо ну такой вот барабан на три с половиной килограмма он преимущественно небольшой ну в принципе он до но в принципе он довольно вместительный вот это наверно самый вместительный барабан на три с килограмм из всех в этом барабане можно даже постирать одеяло в том не какой-то там тонкая можно там постирать реально одеяло ну я стирал там одеяло там что-то 140 на 205 сантиметров и в принципе она туда вмещалась и более-менее ну как-то стиралась вот конечно лучше одеяло в такой машинке конечно не стирать но если на всякий но если уж прям край то постирать можно так выглядит барабан манжета тоже в идеальном состоянии без всяких плесень плесень ну без всякой плесени но единственное что все-таки есть немножко такие куски налета ну вот это вот вот он же это вообще в этой машинке она довольно странная вроде и хорошо держит влагу но когда пены очень много она начинает вот сверху вот пена когда много вот так вот по кругу там манжеты и стекает снизу но это наверное проблема всех lg или манжета уже потеряла свою ну как бы это сказать водонепроницаемость а так она в принципе нормально без всяких проколов машинки всего 8 программ и благодаря кнопкам мы можем настраивать опцию под себя включается она вот такой вот кнопкой собственно говоря первые вот собственно говоря вот чем различается vd 804 от vd 800 480 у 90 модельно ну 90 вот что вот этой это кнопка а у 80 уже будет крутилка но в данном случае тут кнопкой мы нажимаем на кнопку выбирая режим хлопок постанов стоки программа длится 2 часа 54 минуты можно выбрать температуру до 95 градусов и работают все функции вот давайте тут вот так без функций холодная час 46 40 градусов час 55 2 часа 2 50 2 часа 54 минуты почти 3 часа это довольно много и 2 часа 54 на 95 градусов теперь с дополнительными опциями дополнительное полосками 40 градусов часа 29 минут 63 часа 8 минут и 95 то же самое холодная 2 часа просто теперь холодная предварительная холодная 2 часа 16 минут 40 градусов до 25 минут 3 часа 24 минуты к 60 и при 95 градусах одежда малыша эта программа она вообще довольно интересная она стирает не так интенсивно как на хлопке минимальная температура тут 40 градусов так как полосление полоскания эта машинка выполняет при температуре 40 градусов если отключить все опции то 40 градусов просто без опции час 29 60 градусов без опции час 2 часа 13 минут и 95 2 часа 43 минуты теперь предварительно 40 градусов 40 градусов часа 45 60 так 62 часа 29 минут и 95 2 часа 59 минут теперь включаем обе опции теперь дополнительное полоскание 40 градусов час 57 60 градусов 2 часа 41 минуты и 95 3 часа 11 минут теперь включаем обе опции включаем обе опции включаются тройным нажатием кнопки то есть сначала вот когда нажмете один раз загорится один индикатор нажмите второй раз загорится второй и если нажмете два раза тогда все это будет вместе 40 градусов до 2 часа 13 минут 60 градусов 2 часа 57 минут 95 градусов 3 часа 27 минут теперь если экономия экономия 40 градусов 60 час 46 60 градусов 2 часа 15 минут и 95 3 часа 5 минут отжим тут можно выбирать до 800 оборотов если задержка то отнимается смотрите 4 минуты и тоже 4 минуты то есть отнимается 4 минуты если на 400 оборотов отжимать то отжим длится 7 минут а если на 800 на 800 то 11 минут есть отнимается 7 или 11 минут если без отжима то отнимается только 1 минута но почему-то убирается 20 минут времени ну типа не знаю ну 11 синтетика 2 часа 7 минут температура от холодной до 60 держатся все опции а еще смотрите есть отложенный старт машинки он до 19 часов ну в принципе этого должно вам хватать потому что это в стоке время 2 часа 7 минут дополнительными опциями 2 часа 37 минут вот деликатная час 3 минуты с дополнительными опциями включается только дополнительное полоскание отжим любой ручная стирка шерсть холодная и 40 градусов поддерживается только дополнительным полоскания срочка экономия отжим любой быстрая стирка температура 40 дополнительным полоскание и до 800 оборотов полоскание плюс отжим только дополнительное полоскание и это срочка времени но она там всегда работает отжим 11 минут никакие опции ну кроме дополнительного срочки не работают отжим от без отжима до 800 оборотов вот включить сервисный тест в этой машинке это зажать вот эти две кнопки опции время и нажать вот смотрите при этом у вас блокируется еще и люк так что это на это надо обращать внимание вот машинки вот чтобы включить нажимаем эти две кнопки можно это сделать и при выключенной машинке если включить блокировку детей вот и можно так зажать то не будет работать ничего то есть ребенок не сможет даже включить машинку и тупо запустить цикл стирки чтобы это ну чтобы разблокировать нажимаем эти две кнопки и все ну и собственно говоря нажимаем эту кнопку мы включаем шинку собственно говоря ладно лоток лоток такой вот три секции первая секция это предварительная стирка то есть засыпается порошок для предварительной стирки второй отсек порошок для основной стирки и третий отсек отделение для кондиционер но есть соседи которые кстати засыпают именно порошок в кондиционер я их почему-то отключаю но они все равно засыпают ну ладно достаем лоток лоток конечно не в очень идеальном состоянии но за 13 лет хочу еще ожидать вот вот такое вот состояние лотка конечно посмотреть сложно потому что темно не вспышки но можно видеть что уже есть найти грязь а так лоток в почти идеальном состоянии так он нормально вот собственно говоря вот насос вот такой вот вообще плюс этой машинки в том что шланг можно размещать в любом положении то есть можно размещать хоть вниз хоть вверх потому что у машинки шланг находится сверху то есть не снизу вот обычно он снизу находится тут он сверху находится и он выходит так вот так вот так вот так вот так вот так и вот так вот он выходит вот так вот ну и говоря насос сейчас открою его насос вот так открывается собственно говоря фильтр есть и вот такой вот такая вот резиновая вот этот резиновый шланг с пробкой собственно говоря вот так машинка выглядит такой вот шильдик сейчас покажу шильдик со всеми характеристиками сервисный номер название и где машинка сделан но сделано разумеется в россии вот ну и естественно есть ржавчина потому что машинка все-таки стояла не в очень хорошем месте в ванной она стояла где довольно повышенная влажность в старой квартире была довольно повышенная влажность в ванной сейчас вроде как более-менее потому что у нас очень хорошая вентиляция ну и следовательно ну вот это образовалось из старой квартиры так лакокрасочное покрытие в этой машинке отменное собственно говоря на этом все наш обзор закончен подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии все до встречи